Бисероплетение Бисероплетение Это натуральные камни Тигровый глаз Это бисер двух оттенков Видите у меня светлее есть бисер И темнее И бусины немножко крупнее Тоже в тон этим же камешком Конечно безусловно Нужно будет бусинки Для того чтобы закрепить нам замочек Замок у нас вот такой вот магнитный Очень удобные замки Вам рекомендую вот такие магнитные замки Они есть в продаже в магазине Естественно нам нужна будет Вот такая лесочка тоненькая Бисерная иголка И булавка для того чтобы закрепить Наше изделие прямо на рабочем столе Когда мы его начнем делать Вот такие щипцы нам нужны для того чтобы Я просто в своей практике знаю Когда шью очень плотный жгут То мне нужна помощь этих щипцов Я подтягиваю иголку И тогда плотный жгут Держится хорошо плотно И не меняет форму Но безусловно нам нужны такие вот ножнички Ну в принципе вот материал у меня готов За исключением Еще хочу уточнить что Бисер как я уже вам говорила Бисер нужно чтобы был качественный Вот я взяла специально ставила коробочку Или вот такую упаковку Это чешский бисер Вот смотрите видите Чешский бисер Вот весь бисер такого же производителя И я вам рекомендую подготовиться Ну и прежде чем мы продолжим И я подготовлю все уже на свой рабочий стол Я вам приготовила вот такую схему Я сейчас постараюсь вот так ее расположить Чтобы вам было хорошо видно Но она у вас есть сейчас на вашем На вашем На блоге на нашем И можно ее скачать И сразу же распечатать И положить себе на рабочий стол Я здесь указала несколько наших действий По ходу я буду пользоваться этой схемой И мы будем с вами вместе Идти постепенно по чуть-чуть То есть приготовьте мои дорогие мастерицы И мы продолжим урок Уже непосредственно изготавливать будем Вот такой вот жгут И так до второй части нашего урока И так продолжаем Рассмотрим сначала схему нашего плотного жгута Она состоит из колечка В котором 8 бусинок Как вы видите колечка у нас с бусинками Но они разного оттенка Вы тоже для себя решите Какой будет у вас основной Какой будет дополнительный оттенок И так набираем 8 бусинок Положите рядышком схему Чтобы она была всегда на глазах Я специально приготовила очень крупные бусинки Чтобы вам было видно и удобно Рассмотреть образец И мы сейчас с вами его изготовим И так 8 бусинок разного оттенка 3 4 5 4 5 6 7 8 Делаем колечко Продеваем через последнюю бусинку Вот сюда И Завязываем колечко так Вот смотрите Чтобы оно у нас не ерзалось Делаем вот такой вот узелок Зажимаем И вот у нас видите Такое целое колечко хорошее Пропускаем иголочку вот сюда Вот через последнюю Вот такую темную И сейчас В данный момент Мы с вами начнем уже Изготавливать основу жгута И так набираем светлую Сюда иголочку в темную 2 Поворачиваем 3 Поворачиваем И четвертую Сейчас важно то что Смотрите Я сейчас пройду через вот эту вот темную И сквозь вот эту Которую предыдущую Мы с вами самую первую набрали Для чего? Для того чтобы нам выйти на следующий круг И мы следующее набираем уже Другого оттенка То есть такого вот Красной бусинки Снова продеваем Сквозь те бусинки Которые мы уже с вами набрали У нас получается так Друг надружкой Получается одного цвета бусинки Сейчас когда мы сделаем Полный набор Вы посмотрите Я подтяну Смотрите видите Я снова вышла Не в одну А в две И вот таким образом Подтягивая леску У нас уже есть основание жгута Сейчас нам нужно с вами набрать Уже светлые бусинки Мы с вами это делаем Берем светлую И проходим через красную Она остается на сверху Вот Немножко неудобно будет сначала Но это пока вы Сделайте несколько кругов Основных И тогда вам легко будет Потом держать уже Жгут в пальцах Вот таким образом Вот видите у нас уже Сейчас я вышла на круг Где нужно нам сделать Уже следующий круг Это красные бусинки То есть другого цвета Вот И четвертая часть Как я вам говорила Уже она завершает Вот сейчас мы делаем И мы когда задели Четвертую красную Видите вот Вот это первая Вторая, третья Вот эту четвертую я набрала Продеваем сквозь светлую И выходим вот сюда На следующий круг Где мы будем снова Набирать светлые Вот таким образом У нас вот такая Вот видите Начало такого жгута Это вот в крупном Изделии Вот с крупными бусинками Ну в принципе И крупные жгуты Тоже красивые Поэтому когда вы будете Уже брать Непосредственно уже мелкий Такой оттеночный бисер Конечно у меня Вот такой вот Очень прозрачный Мягкий такой бисер Здесь в пальцах И очень сложно удержать Поэтому вот видите Какие у меня оттенки Поэтому я вам вот Предложила в качестве Образца Вот попробовать Сделать такой вот Образец С крупных бусинок Вот Я думаю Что у вас это получится И мы с вами начнем Сейчас делать уже Жгут С подготовленной С оттенками бисера Вот с крупных бусинок Вот так получается Итак Напоминаю Вам по схеме Вот Напоминаю По схеме Мы первые делаем Восемь бусинок Потом мы выходим С первой Набираем Светлые Проходим Когда вы набрали Светлые Выходите Набираете уже Темные Сюда напротив Нее Уже у вас будет Будете идти Уже у вас будет Темные Вы набираете Другого цвета Потом снова В беленькую Вошли Снова уже Темную бусинку Набираете Снова белую Темную бусинку Белую Темную бусинку Вот И сейчас Вы вот так вот Будете набирать Темную Темную Вы идете на белую То есть Через вот эти две Вы всегда будете Проходить дальше и дальше вот поэтому давайте продолжать урок уже непосредственно с нашим бисером коричневого цвета с камешками ну и вторую часть нашего с вами набора то есть схемы вот смотрите вот такая вот будет уже такая схема где я не буду же рисовать а уже с темными бусинками вторая часть вот такая схема у вас тоже есть вы можете распечатать еще раз колечко первые бусинки белые вот 12 13 уже набираем уже темный проходим через белый и таким образом вы постоянно будете смещать сначала белый потом темно сначала белый потом темно и вас жгут получится вот так вот он будет воскручиваться постоянно и он у вас будет вот такой вот интересного плотно видите он интересного цвета ну а когда уже мы подойдем непосредственно к тому какие же все таки мы камешки будем вставлять и какие нам еще ключевые бусинки надо это по мере того как мы будем изготавливать основную часть основная часть это нас вот жгут до того места какой длины вы хотите это очень важно сколько вы хотите именно вот этого длины вот этих двух частей потому что дальше у нас уже будет с камешками мы будем работать и надо будет знать какой длины вы хотите жгут очень длинный или короткий у самой шеи вот таким образом вы померите все все длину вашего изделия и определенно решите какой длины два кусочка жгута вам нужно будет изготовить и так мы убираем вот со стола образцы вот готовим материал который нам нужно я уже сказал это бусинки нам к замку это у нас металлический такой же замочек с магнитом камешки тигровый глаз бусины немножко покрупнее когда мы будем работать с камнями там нужны нам будет и 2 оттеночных бисера вот светлый такой золотистый и немножко до такой коричневый поэтому нам вот с этими двумя видами бисера мы с вами и будем пока работать и как изготавливая жгут и так мы продолжаем уже приготовила я вот все наши здесь для изделий бисер и набираем 8 бусинок разного цвета 4 5 6 7 8 подтягиваем к основанию булавочки делаем колечко как вы видите у нас сегодня работает мы сегодня работаем с вами именно с леской почему с леской почему не с ниткой дело в том что я пробовала вот делать из жгуты и с ниткой но они настолько непрактичность сваливается скручивается и но но очень некрасиво получается поэтому леска в этом отношении очень выгодно она благодарная на хорошо держит схемы это держит жгут она очень интересно вот именно в том что она прозрачна вот она такая практичная поэтому когда вы будете с ней работать единство что она вот немножко путается но это ее особенность ничего можно протянуть потерпеть возьмите в руки вот наше колечко которое уже готово и сейчас мы начинаем первый виток и начинаем набирать светлые бусинки и продевать через темные и таким образом повторяем тот в образец который вот понятие мы с вами сделали и начинаем работать можете положить его рядышком попробовать еще еще раз на крупным прежде чем начинать вот на мелком и очень таком полупрозрачном нежным схему положите против себя и тоже будет вам хорошо видно как вы будете действовать как вам дальше двигаться итак первый круг у нас это светлые бусинки мы продеваем набирая светлую одну продеваем через темненькую и таким образом делаем первый виток нашего будущего жгута поворачиваете у нас получается такая как бы такой квадратик и вот напоминаю очень важно когда вы четвертую бусинку набрали проденьте сквозь коричневую и первую светлую которую вы набрали предыдущем ряду вот и там говорила уже такой вот как как щипцы всегда мне когда я работаю с детской всегда мне пригодить пригодятся и помогает в работе вот если даже путается где лесочка ничего страшного можно распутать и продолжить работу вот видите у меня уже маленькое начало есть как я уже говорила мелкий бисер в руках для начала очень непросто вот поэтому здесь терпение и внимание подтяните немножко работу свою вам будет видно что вы набрали 4 бусинки вот и продолжаем дальше работать немножко подтянуть их надо и продолжаем работать дальше набираем темный бисер делаем виток с темного бисера ну как у нас на схеме нарисован точно так же мы с вами и поступаем проходим через те бусинки светлые которые мы набрали первом витке и продеваем дальше дальше и находим вот и в ту первую коричневую которую мы с вами набрали и сейчас вот такой момент вы сейчас подтягиваете вот видите первый нас такой два виточка жгутика уже есть вот и в основании вот видите два виточка жгутика у нас уже есть вот держите так пальчиками крепко у основания ее хвостик не нашего конца нужно нам помните я вам говорила что мы оставляем довольно сантиметра 15-20 чтобы потом пришить вот эту вот крупную бусинку и застежку поэтому нам что на хвостик чтобы висел пусть и болтается мы зажимаем в пальцах и начинаем продолжаем работать дальше